Северный город Устилимский ЗАГС занял второе место на областном конкурсе. Сотрудники Департамента жилищной политики и городского хозяйства рассказали о проделанной в этом году работе. В минувшие выходные устилимские спортсмены стали победителями многих соревнований. Очередную еженедельную планерку муниципальных служб, ведомств и организаций провела мэр города Устилимска Анна Щекина. Об оперативной обстановке в городе рассказал директор ЕДДС Александр Кузнецов. По его словам, ситуация стабильная. 886 звонков на прошлой неделе поступило в службу 112. Из них 47 по вопросам ЖКХ, 3 по пожарам и 10 по ДТП. Двое пострадавших. Большегрузная снегоуборочная техника ежедневно чистит городские улицы. О других делах коммунальных доложил Виталий Румянцев, начальник ДЖП. Также ведутся работы по разработке проектно-сметной документации по устройству лестничного схода к дому по улице Наймушина, 23, устройству пешеходных переходов, освещения и так далее, то есть в комплексе. Выполняет данные работы предприятие ООО «Иркутское сообщество проектировщиков» и реализация данного проекта планируется в 2020 году. Завершены работы по устройству поручней по адресам проспект Мира, дом 60 в районе 5-го подъезда, улица Булгакова, дом 11, 4-й подъезд, проспект Дружбы Народов, дом 40, вдоль лестничного схода от улицы Наймушина, дом 23 в сторону улицы Наймушина, 28. Завершены работы по устройству пандуса по адресу проспект Мира, дом 20. Приняты результаты выполненных работ по разработке проекта на устройство пандуса по адресу проспект Мира, 25. Также реализация данного проезда планируется в 2020 году. Также завершены работы по установке знаков пешеходный переход. Предприятие «Сервис Гарант» выполнило установку 100 знаков. Предприятие «Сервис Центр» выполнило 28 знаков. Итого 128 знаков в этом году мы установили, в том числе и по предписаниям ГИБДД и в рамках КСОП. Также заключен муниципальный контракт по отлову собак, назову его коротко, по отлову собак до конца года на 20 особей и на январь месяц уже 2020 года на 50 особей. В рамках совещания были рассмотрены вопросы подготовки к новогодним праздникам. Стало известно о проведении межведомственной комиссии по безопасности. Сообщили о рейдовых мероприятиях по торговым точкам пиротехники. Наш отдел совместно с сотрудниками полиции выезжали, проверили предпринимателей. Были выявлены достаточно большое количество нарушений, которые устраняются. Ну и планируется на этой неделе провести еще один рейд для того, чтобы реализация шла в соответствии с требованиями законодательства, потому что есть и реализация без сертификатов, просроченные продукции. Поэтому граждан просьба внимательно относиться к приобретению такой продукции. Детям из малообеспеченных семей уже вовсю выдают новогодние подарки. Собрано 1618 сладких сюрпризов, 510 областных и 1108 от благотворителей Устилимска. Для их получения необходимо обратиться в соцзащиту, кабинет номер 26, по будням с 9 до 18 часов. У кого трое более детей, вдовам, одиноким мамам, они тоже могут прийти за новогодними подарками для своих детей. Те, кто получают у нас пособие. То есть малообеспеченные семьи должны прийти за новогодними подарками. Не должно складываться мнение, что только безработные, только те, кто находится в декретном отпуске, работающие малообеспеченные семьи, также должны быть обеспечены у нас подарками. Потому что вы видите, какое большое количество подарков удалось собрать, конечно. Поэтому прошу передать. Если надо, мы будем работать и 31-го, но так вообще мы работаем 28-го. Нам министр распорядился работать 28-го, 31-го у нас официальный выходной. Но если мы почувствуем, что людям надо, мы организуем дежурство и 31-го. Но желательно, конечно, чтобы все подошли, включить на по 30-е число за подарками. Праздники могут оказаться непредсказуемыми. Поэтому медучреждениям придется встречать Новый год по всеоружии. Пункты скорой помощи весь январь будут работать в круглосуточном режиме. А вот каким будет режим работы поликлиник и Усть-Лимской городской больницы, сообщил главврач Владимир Рыбецкий. Поликлиника в Новом городе 31-го выходной. И на Старом городе поликлиника тоже 31-го числа работает по этому графику. На праздники, значит, мы работаем в круглосуточном дежурном режиме статана. 3-го, 6-го будет выписка проводиться и обход заведующих отделением будут проводить обходы в палатах. В поликлиниках выходные дни с 8-ми до 3-х будет дежурный врач принимать, дежурный прием вести. Усть-Лимск уже получил 33 путевки на оздоровление ветеранов труда в январе 2020 года. За их добросовестный труд им полагается разного рода льготы, к одной из которых относится бесплатное лечение в санаториях. Очень радует, что с начала года уже начнется оздоровление согласно очереди. 25 путевок Русь, 8 на Братское взморье. Поэтому с 15 января уже первый заезд. Спасибо, Леня Анатольевна, она нам доставила эти путевки. И мы уже начинаем приглашать ветеранов труда на оздоровление. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». 72 лесозаготовительных и перерабатывающих предприятия города и района проверила с начала года Усть-Лимская природоохранная прокуратура. Нарушения выявлены практически на всех и по большинству пунктов. Это образование отходов, загрязнение воздуха, воды, множество следов в лесу. За проступки через суд наложены более 2 миллионов рублей штрафов. Около 17 миллионов взысканно за причиненный ущерб. Как идут дела в градообразующей отрасли и с какими трудностями сталкиваются, рассказал Усть-Лимский природоохранный прокурор Станислав Акульский. Усть-Лимская природоохранная прокуратура существует без малого 2 года. На заре создания первым делом взялась за борьбу с отходами лесопиления. Бархан и опилок в районе за это время начали таять. На сегодняшний день наш анализ показывает, что около 60% отходов лесопиления удалось реализовать в различных направлениях. Это и запущен одним из предприятий завод по переработке и изготовлению древесного угля, Пеллет. Это на очереди второй завод одним из предпринимателей, который должен запуститься с колоссальным, я считаю, на сегодняшний день объемом. Это и понуждение предприятий осуществлять сжигание этих отходов в своих печах, вырабатывая энергию на отопление своих же предприятий. Едва показатели начали радовать. Как выяснилась другая, не менее серьезная напасть. Проехав по делянам, обнаружилось, что не завалены штабелями неликвидной древесины. В основном это осина и береза. Вот еще из наболевшего, да, и из того, что нам предстоит исправить в следующем году, это вопрос эскладирования той древесины, которая не идет никуда в производство. У нас по примерным подсчетам на сегодняшний день свыше 90 тысяч кубометров древесины остается в лесах. Вывозить осину с березой за многие десятки километров из тайги себе дороже, а не рубить их арендаторы не имеют права. Зачастую целые штабеля сжигают. Как быть? Нужно строить новые заводы, которые бы работали на неликвиде. Из березы, к примеру, получается отличная фанера. Я считаю, что вот такую масштабную глобальную проблему на уровне устремского рынка мы не решим. Ее нужно решать с поддержкой правительства, с поддержкой министерства, для того, чтобы там в первую очередь задумались, что есть вот такие огромные объемы инвесторов, другие компании, все, кто готовы заниматься, привлекали на наш рынок сюда, потому что одним из самых проблем остается рынок сбыта, чтобы ее отсюда увезти. Мы анализировали, на территории Ильинского нет предприятий, которые готовы перерабатывать. Да, Ильин ждет запуска своего картонного завода, но это только 2024 год, не ранее. А за 4 года, представляете, какие объемы там будут накоплены. Более 170 тысяч гектаров леса было вырублено за год на территориях Ильинского и Северного лесхозов. По законодательству, на этих участках должны проводиться лесовосстановительные мероприятия. Ставка делается на сеянцы, но большую их часть привозят из питомников под Иркутском. У нас они почти не приживаются. По бумагам, через десяток лет на месте делян должен появиться молодой лес. Как будет на деле, пока не ясно. Этому прокуроры уделят особое внимание грядущим летом. Выяснилось, что региональное министерство лесного комплекса пускало под топор особо ценные леса. Например, участок в заказнике Идучанский. К сожалению, министерство лесного комплекса имело неосторожность предоставить этот участок в аренду в целях заготовки древесины. Но, соответственно, арендаторам произведена рубка. На сегодняшний день дается оценка, в том числе угодно правовая, законности предоставления этого земельного участка, лесного участка в аренду для заготовки древесины. Но вместе с тем, это не снимает обязанности с арендатора провести надлежащее лесовосстановление. Группа ИЛИМ не виновата, что в министерстве почему-то не разобрались и разрешили рубить лес в заказнике. Но несмотря на это суд обязал потратиться на лесовосстановление. Впрочем, взыскать убытки предприятия может с Министерства лесного комплекса. Подобные испытания грозят тем, кто взял в аренду леса водоохранные. Министерством лесного комплекса на протяжении длительного периода времени не направлялась заявка Федерального агентства лесного хозяйства о необходимости установления таких лесов, постановки их на кадастровый учет, для того, чтобы на законном уровне запретить заготовку в данной категории лесов. Решением Уст-Илимского городского суда на Федеральное агентство лесного хозяйства возложена обязанность по проектированию и установлению границ лесов, расположенных в водоохранной зоне Уст-Илимского и Бугучянского водохранилища. С момента установления такой зоны нам будет намного проще проводить проверки и заставлять и арендаторов, и Министерства лесного комплекса соблюдать норму закона, которая предписана у нас и в водном кодексе, и в лесном кодексе. С промахами чиновников, сознательными или нет, столкнулась не только группа ИЛИМ. У нас одному из предприятий, Общицу ограничить соответственностью Кедр, в свое время был передан лесной участок площадью почти 3000 гектар для заготовки древесины, которые относились к категории защитных лесов. Мы вышли с иском в суд об ограничении использования лесов путем запрет на заготовку древесины. Решение суда вступило в законную силу. Кроме того, мы путем внесения представления в Министерство лесного комплекса заставили Министерство расторгнуть этот договор в части предоставления непосредственно защитных лесов. Лесозаготовители возмущаются тому, что должны возмещать причиняемый животному миру ущерб. Говорят, что и так платят аренду. Некоторые пошли на противостояние с прокуратурой до конца. Одна из наработанных практик за последние два года – это взыскание ущерба объектам животного мира. Многие арендаторы с этой практикой были не согласны, в том числе и группа компании «Лим» обратилась в Конституционный суд с жалобой по этому направлению. Однако Конституционным судом жалоба была отклонена, но вместе с тем Конституционный суд высказался о законности взыскания данного вида ущерба, где постановило о том, что независимо от законности и незаконности вырубки древесины, арендаторы лесного участка наносят вред окружающей среде, ввиду чего должен этот вред возместить в виде компенсационных выплат государству. В итоге группа «Лим» все же будет вынуждена выплатить 13 миллионов рублей за причинение ущерба животным. А в природоохранной прокуратуре даже рада, что предприятие прошло через судебные хлопоты. Теперь вызывающий разногласия пункт неоспорим. В то же время прокуратура направила в Министерство лесного комплекса предписание разработать понятный для лесозаготовителей алгоритм расчета этого самого ущерба. Именно путанность и туманность вызывало много споров. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области назвала лучшие отделы органов ЗАГС 2019 года. Первое место у Усть-Кута, третье у коллег Осинского района, а второе заслуженно удостоены устилинцы. В конкурсе «Лучший орган ЗАГС Иркутской области» ежегодно участвуют 40 отделов службы. Лучшие выбирали по 15 критериям, в их числе знание и соблюдение законодательства при регистрации актов гражданского состояния, продуктивность работы в Федеральной государственной информационной системе, которая с недавнего времени охватывает всю страну, работа с архивным фондом, удовлетворенность населения услугами, отсутствие жалоб. И если знания проверялись тестированием, а количественные показатели были отражены в отчетах, то уровень проведения торжественной регистрации брака нужно было подтвердить в видеопрезентации. Согласно положению конкурса, нашим отделом были подготовлены и направлены презентации об истории образования и работе отдела, видеоролик в форме эссе на тему о семье, любви и детях, а также регистрация брака в торжественной обстановке. Конкурс проводится с целью раскрытия творческого потенциала работников, повышения престижа, уровня профессионального мастерства и качества предоставления государственных услуг. По итогам этого конкурса наш отдел занял почетное второе место. Я считаю, что наш коллектив заслуженно получил второе место в этом конкурсе. Я от всей души благодарю своих сотрудников за хорошую работу. И мы поставим перед собой цель занять первое место. За безупречную гражданскую службу у коллектива Устилимского ЗАГСа множество и других наград и благодарственных писем. За годы существования появились свои традиции, накоплен уникальный опыт документа оборота. Сегодня продолжается работа по реализации предиктованных временем проектов и программ, направленных на совершенствование системы органов ЗАГС, для которых главным всегда остается защита законных прав и интересов граждан. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Когда плата за вывоз мусора будет начисляться с человека, а не с квадратного метра? Сколько уличных светильников заменили за год? И сколько город платит за электроэнергию, им потребляемую? Будут ли продолжены работы по замене лифтов? И безопасно ли ездить по главному мосту с Телимска? На эти и другие волнующие вопросы ответили сотрудники Департамента жилищной политики и городского хозяйства. В уходящем году дела чисто хозяйственные, коммунальные, в городе не менее интересны, чем жизнь политическая. То мусорная реформа, то фирме, которая лифты заменяет, запрещают работать. Мост вот обследовали, впервые, кстати, с момента его строительства. Опасения были, безопасно ли по нему ездить, не рухнет ли. Все лето его обследовали водолазы и инженеры из томской фирмы «Ремос». Успокоили, простоит без капитального ремонта еще десятилетия. Это не говорит, что он там в плохом состоянии и так далее. Основные рекомендации – это замена покрытия, замена вот этих соединительных стыков, которые металлические у нас стоят. Вы знаете, он у нас как бы движущийся мост. Опасений сильных там нет. С недавнего времени в Уст-Телимске заработала единая дежурно-диспетчерская служба. Звонить туда можно почти по любому тревожащему поводу. Одна из самых частых жалоб – на плохое уличное освещение. Это не мудрено. Большинство из фонарей далеко за 30. Даже железобетонные опоры уже крошатся. Отказывает проводка. Отчаянные головы предлагают заменить все опоры и светильники в городе. Подобных раз предложений столько, что в мэрии даже озадачились и подсчитали, сколько это будет стоить. Оказывается, минимум 100 миллионов рублей. Неподъемная для нашего города сумма. В этом году на улицах появилось 15 новых опор. Несколько десятков заменено после того, как в них врезались машины. Установлено полторы сотни светильников. И уже это обошлось где-то в 6 миллионов рублей. В мэрии мечтают хотя бы один проспект Мира полностью привести в порядок. По последним расчетам, которые мы делали, без замены опор по проспекту Мира, там необходимо денежных средств более 10 миллионов. Это замена кабельной линии, кронштейнов и, естественно, светильников. Это только на один участок дороги. Эпопея с лифтами затягивается. Все подрядчик, общество с ограниченной ответственностью звезда. В конце ноября фирма должна была заменить 51 подъемник. По факту на сегодня запущено только 11. Два лифта не остановлены. Герои в труда 41-45, мы об этом помним. Один лифт на энтузиастов 17, он вообще не смонтирован. Не смонтирован был предыдущие годы, но подлежал замене. Это грузовой лифт. На энтузиастов 17 в доме требовалась замена двух кабин лифта. Значит, сейчас там меняется пока один, второй не приступали. Итого в сухом остатке мы имеем 38 лифтов в работе. Из них до конца года, а именно до 30-го числа, 30-го, 31-го крайний срок, будут запущены еще пять лифтов. Это героев труда три. На сегодняшний день данное оборудование смонтировано, проведена пусконаладка, проведены инженерные испытания, подана заявка в Ростехнадзор. И мы завтра, послезавтра ждем, ну а то и в субботу, приезд инспектора Ростехнадзора. Буквально на этой неделе в мэрии прошло расширенное заседание, на котором был заместитель министра ЖКХ области. Решали, что со звездой прислоутое делать. Договорились нерадивое предприятие задвинуть, благо, что порядочные субподрядчики продолжают работать. Но все равно эпопея с лифтами грозит затянуться до весны. Волнительной темой продолжает оставаться мусорная реформа. Ожидаемой новостью является переход на расчет тарифа, исходя из количества проживающих в квартире или доме. Платежки по новой схеме должны поступить горожанам уже в январе. Какие там будут суммы – интрига. Как и то, утвердит ли министерство ЖКХ новые тарифы. Норматив, который предлагается операторам путем расчетов и замеров выверен, он составляет 2,49 кубических метров на человека в год. Напомню, что сейчас у нас 1,56 кубических метра в год на человека. То есть норматив значительно предлагается повысить. Новые цифры вывел региональный мусорный оператор. Из них следует, что отходов у стилимцы производят даже больше ракутян. Впрочем, утверждать нормативы будет министерство ЖКХ. Если да, то однозначно на улицах станет чище, а вот платить придется в полтора раза больше. Но это другой разговор на перспективу. Сейчас бы узнать, кто больше все-таки мусорит – квадратные метры или люди. Максим Сизых и Сергей Белкин. Информационная программа «Северный город». Продолжается череда спортивных побед по разным видам спорта. Целую россыпь медалей различного достоинства завоевали у стилимцы на прошлой неделе. В течение двух дней – 20 и 21 декабря – в Тайшете проходил открытый новогодний турнир по дзюдо среди мальчиков и девочек. В соревнованиях принимали участие 136 спортсменов из Тайшета, Ангарска, Братска, Усть-Кута, Каннска, Зеленогорска, Чуны, Устилимска. Среди наших земляков серебряные медали получили Екатерина Авсалова и Матвей Лебедев. Каждый в своей весовой категории. Вронзовые призеры – Мелисса Страшко, Анна Коткина, Анастасия Малютина, Андрей Швалов и Николай Одинцов. По тому же японскому виду боевых искусств дзюдоисты сражались на местном уровне. 22 декабря в Доме спорта «Юность» прошли состязания на призы Деда Мороза. Среди победителей – Артем Варков, Андрей Соколов, Иван Никифоров, Павел Москвин, Максим Сахно, Мерхазан Магомедов, Матвей Лебедев, Владислав Мартынюк и Анастасия Малютина. 21 декабря сражались ушуисты, 7-12 лет. Среди призеров – Константин Макаров, Даниил Алексеев, Константин Оглоблин, Михаил Головин, Богдан Алексеев, Влад Грязнин, Дмитрий Архипов, Роман Вавилов, Дмитрий Остапенко, тренер Лидия Веревкина, Артем Газаян, Артем Безотчество, Илья Калистратов, Варвара Самойлова, тренер Олег Заверкин, Олег Метельков, тренер Андрей Гунин. Прошедший субботу и воскресенье на Иркутском ледовом поле проходил первый этап областного турнира на призы святейшего патриарха московского Евсея Руси по русскому хоккею с мячом среди ребят 2008-2009 годов рождения. Хорошо подготовленные хоккеисты то и дело забивали в ворота соперников голы. Среди восьми команд устилимской сборной школы «Лесохимик» удалось заполучить шестое место. В последний день недели устилимские футболисты 7-9 лет городских общеобразовательных учреждений боролись за кубок ЛДПР. В спортивном зале здоровительного комплекса «Олимпийц» разразилась нешуточная борьба. В полуфинал вышли три команды – городская гимназия номер 1, школа номер 14 и сборная научно-образовательного комплекса «Лицей». В соревнованиях по мини-футболу кубок ЛДПР 2019 заняла команда городской гимназии номер 1. Еще одну уверенную победу в копилку устилимских наград добавил Андрей Онищенко. Онищенко Андрей в составе сборной Иркутской области юниоров, команда юниоров, принял участие в первенстве Сибирского федерального округа и принес к нашей области золотой медаль. Гордость и слава устилимска – это его жители, их общие и личные достижения. Но, возможно, они только благодаря самоотверженной работе педагогов, отдающих ребятам частичку своей души, выводящих их на широкий жизненный путь. Вы смотрели программу «Северный город». Мы продолжим следить за развитием событий. А на сегодня прощаемся. До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин